Город Саутпорт, близ Ливерпуля. На месте трагедии цветы, мягкие игрушки и воздушные шары. В понедельник тут погибли три ребенка. Девятилетняя Элис, шестилетняя Бебе и семилетняя Элси. Преступник – 17-летний молодой человек. Его зовут Аксель. Он напал с ножом на школу танцев. Двое взрослых и еще пятеро детей находятся в критическом состоянии. Местные жители в шоке. Нападавший задержан. Его мотивы не раскрываются. Полиция заявила, что нападение не связано с терроризмом. Ужасно, что это дети. Маленькие дети. Я не могу. Никто не может в это поверить. Но вы знаете, все местные мамы переписываются друг с другом. Я уверена, что мы все знаем кого-то из этой бедной группы. Имя подозреваемого стало распространяться в соцсетях спустя несколько часов после атаки. Как сообщает местная полиция, информация о том, что 17-летний подозреваемый был просителем убежища, оказалась дезинформацией. Но гнев местных жителей выплеснулся на улице. Спустя сутки после нападения сторонники крайне правой лиги английской обороны отправились к местной мечети. Протест быстро перерос в столкновение. В полицию полетели кирпичи и бутылки. Нарушители поджигали машины и мусорные баки. В ходе массовых беспорядков ранения получили 53 полицейских. На уборку разгромленных улиц местным потребовалось два дня. «Это было нереально. Они просто налетели сюда. Они шли по дорожке, поднимали кирпичи и разбивали их на дороге, чтобы было легче переносить и бросать». «Одна из проблем также в том, что они портят репутацию мусульман и, очевидно, отвлекают внимание от пострадавших семей, которых мы все должны поддерживать». Агрессия выплеснулась и за пределы Саутпорта. Так беспорядки докатились и до Лондона. Неспокойно было в среду и у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Всего же в ходе акции протеста в британской столице были задержаны 100 человек. Продолжение следует...